Давайте мы пока будем говорить, а я сейчас этим моментом буду учиться пользоваться. Да, давай, давай, я начну. Смотри, во-первых, мы абьюзили анонсмент баннер для некоторых допилов сторонних плагинов. Сейчас поясню. Смотри, есть, например, плагин «Тест менеджмент фо жира», да? Да. Ну, это что-то типа тест-трейла, но внутри жира, я думаю, все понимают плюс-минус. Там не хватало каких-то простых функций, вот совсем простых. Например, есть у тебя список тест-кейсов, ты хочешь этот список выстроить по алфавиту. И мы, чтобы не ждать от разработчика какого-то фикса, просто через баннер на JS добавили эту кнопку туда. Как бы список на странице уже загружен, нажимаешь, он по алфавиту выстраивает. Ну, вот такие маленькие, мелкие-мелкие совсем доработки для сторонних плагинов мы делали. Также через анонсмент баннер мы создали заглушки. Смотри, если кто использует граватары, если у вас аватары тянутся с какого-то стороннего сервиса, и у юзера не будет доступа на этот сторонний сервис, то вместо аватара у него будет ошибка. Ничего, да? Вроде бы ничего страшного, но на доске это ломает верстку. По крайней мере, в начале восьмой жеры точно ломало. Может, они сейчас поправили. Поэтому через анонсмент баннер мы делали заглушку для тех, у кого не подтягиваются аватары. То есть такие маленькие фиксы. Что еще? Что еще? Меняли некий UI. Совсем немного, например, изменили длину поисковой строки, потому что она мешала. В общем, из такого самого классного это лезли в другие плагины при помощи анонсмент баннера. А, да, вот еще при помощи анонсмент баннера потрясающую вещь мы делали. Смотрите, я думаю, вы с этим сталкивались. Если не сталкивались, то рано или поздно столкнетесь. Допустим, у вас есть команда, да? И все люди могут создавать таски этой команде. Ну, у команды есть проект, да? Все люди могут создавать таски в проект. И когда они создают таски в проект, срабатывает куча постфункций, ну и вообще начинается какой-то бизнес-процесс, да? Да, но один хитрый парень взял и создал таску не в своем проекте. Ну, точнее, не в своем проекте, а в своем проекте. Потом такой, о, блин, я им хотел создать. И берет и мовит к ним в проект. Соответственно, весь их бизнес-процесс с самого начала уже немного ломается, потому что это мовнутая таска. Значит, огромное количество постфункций на креете не срабатывает. И единственный вариант, который мы нашли, запретить мовить в их проект, это как раз удалять их проект из списка на выборе при мове с помощью JS. А ты можешь на примерах показать? Вот, допустим, у меня есть банальный use case. Это, допустим, есть у меня проект, в котором несколько issue-type. Ну, там, не знаю, new request, bug, там, не знаю, feature. А feature показывать кому-то. Можно, на самом деле, как бы, условно сделать валидатором. В принципе, заглушку сделать. Либо вообще на уровне JS, либо behavior можно заглушить. Либо кто-то, я видел, JS, анонс-баннером прям скрывает. Нет, смотри, именно анонс-баннером это скрывать, наверное, не так классно, потому что есть JS-инклюдер. И гораздо проще, чтобы этот код на креете исполнялся. Единственный минус, который возникает, тебе нужно будет в проекте выбирать дефолтный issue-type. Потому что если человек был в этом issue-type, и потом нажимает его создать, Jira сразу открывает создание этого issue-type. Ну, ты знаешь, да? Так вот. Да, я могу, наверное, показать примеры. Слушай, я могу показать именно сам код, но я не могу показать свою Jira, к сожалению. По соображениям совести. Давай так, давай с кода начнем. Да. Вот, например, смотри, например, вот этот код помогает убрать проект из выбора при муви-таске. К сожалению, нет никакой вообще возможности запретить людям мувать задачи в твой проект. Если у них есть право мувать задачи из своего проекта, если у них есть право создавать задачи в твоем проекте, то они могут все мувать. И, соответственно, все твои постфункции на создание идут нафиг. И некоторые проекты очень сильно жалуются. А ты никак не можешь запретить. Единственное, что ты можешь убрать из списка на мув проект. Вот здесь на примере проекта игровая статистика. Далее. Так, это что касается того, как убрать проект. К сожалению, я очень долго думал... В смысле, к счастью, я очень долго думал над этим вопросом. К сожалению, я не нашел никакого другого варианта, кроме как GSM это скрывать. Далее. Убрать таски. Убрать таски сейчас. Найду пример. Я пока могу поговорить и сказать, что аннаунс баннер я первый раз начал использовать с скрытия баннера по этого... Ваша админка... Вы за логином как админ выйдите, пожалуйста, из-за этой стуки. Кого-то раздражал такой баннер? Да, это так. Я сам с него давным-давно начал. Сейчас я тоже тем временем свой аннаунс баннер зайду. Я давно его не использовал. То есть давно туда не заходил. Я использовал вот такую тему. Кому интересно, я тоже скинул. Я нагуглил, нашел ответ, потом в котором просто банально захайдили и все. И таким образом прям удобно стало. Пожалуйста, а там кто имеет право менять аннаунс баннер? Только админ? Да, аннаунс баннер только администратор может менять. Ну, добавлять в него. Но как раз-таки можно, знаешь, есть Marketplace. На Marketplace можно найти приложение. Но все равно это администратору нужно менять. И как-то так. Потому что если каждый пользователь будет иметь возможность аннаунс баннером пользоваться, это означает, что JavaScript можно вставлять. А JavaScript можно использовать в UZMS XSS. Это значит то, что вообще могут утекать читы сессии. Да, это понятно, да. Мы бы хотели про плановую работу писать, но я бы не хотела это делать сама. Вот. Тут можно, знаешь, такую штуку сделать, чтобы у тебя аннаунс баннер был, а потом дальше ты взяла, такую фишку сделала, что твой аннаунс баннер по IOI, ну, то есть JavaScript'ом, jQuery, доставал по REST-у, условно говоря, dictionary, не знаю, куда-то в какую-то систему заходил, и доставал оттуда последние сообщения. И тогда у тебя в плановых работах ты информацию достаешь. Так, я... Сторонний систем, если можно у себя проект сервисный завести и в нем там тикет создавать, а так аскорически может у тебя сложиться. Ну, в принципе, тоже вариант, да. Окей, я тем временем нашел... Я тем временем нашел скрипт с Мэйти. Если вы хотите, чтобы люди не создавали какой-то тип-таски в проекте, но при этом этот тип-таска необходим, например, этот тип-таска создается постфункцией той же самой, да, то вы можете использовать JS-инклюдер и на Create повесить вот такой вот скрипт, который скрывает... В данном случае issue-type-таск он скрывает. Но помните, что тогда необходимо другой issue-type выставлять как дефолтовый, потому что если вы находитесь в issue-type-таск и нажимаете Create, то жир автоматически подтягивает, что будем создавать таск. Если вы находитесь в issue-type, там, не знаю, баг, нажимаете кнопку Create, то жир такой, о, будем создавать баг, он же сидел в баге. Но если вы выставляете в настройках проекта дефолтовый issue-type, то всегда на экране создания будет этот issue-type. И этот скрипт вам поможет. Очень прикольно. Спасибо, это решает мою вчерашнюю задачу с архивными задачами. Мне кажется. Но если создаешь запросы в вкладке, то тогда GensIncluder не срабатывает. А, когда создаешь его в новой вкладке, да? Да, потому что оно по-другому открывается, и GensIncluder там не работает. Да, это правда, это правда. Ты смотри, я вспомнил этот момент. Ну-ка сейчас посмотрю, что у меня в Behaviors может. Это как раз-таки продолжение темы. Вот вчера я как раз-таки тебе об этом говорил, то что сталкивались с этим багом, точнее я сталкивался. Если хочешь убрать один, например, из трех стандартных типов запроса, то он почему-то через опции в Behaviors удаляет все, а GensIncluder не отрабатывает в новой вкладке. Давайте сейчас тогда, может быть, краткий экскурс. Всем же ясно, все пользовались GensIncluder. Я отправил ссылочку. Кому неизвестно, скажите что-нибудь или напишите в чат. О, Владимир поднял руку. Отлично. Я не использую тоже, пока что. Давайте я расшарю экран. Так, значит, очень проще будет. Вот у нас GensIncluder предоставляет команды Atlas Team. На самом деле это Mail.ru. Команды Mail.ru под теплом. Правильно я понимаю, что они пишут код. Это опенсорсное приложение, где вы можете найти код на GitHub. Сейчас я найду. Его, кстати, если не ошибаюсь, забросили или поддерживают еще? Ну, не знаю. Я один раз нылся с одной ошибкой с Service Desk. Я там, друзья, делал кастомизацию. После этого появилось. Поэтому я могу сказать, что не сильно забросили. По крайней мере, мы увидим. Давай последний commit посмотрим. Его поддерживают. Его поддерживают. Просто это, поскольку не коммерческий продукт, то он поддерживается на энтузиазме. Но поддерживают его, это точно, я вам говорю. Давайте я тогда кому нужны сорцы, тоже ссылочку скину. Так, как-то. Ладно, после отправлю ссылочку. В общем, в итоге это опенсорс. Сейчас ребята пишут. В чем фишка его? Это то, что вместо announce-баннера мы можем JavaScript для разных issue-тайпов накидывать. То есть, имеется в виду, что для разного проекта, потом биндить на разные issue-тайпы. И самое интересное, это то, что на разные виды, то есть при создании, превьюте, редактировании экрана, этот JavaScript будет подтягиваться. Или при нажатии кнопки transition, то есть какого-то экшена, то в этом случае у вас как бы некий изолированный JavaScript становится. Для того, чтобы изолированный был, рекомендуется использовать IUI. Они, сами ребята, так пишут на IUI. Но есть плюс в том, что это все вот так вот работает, но минус в том, что ты не можешь сразу на все проекты все такое сделать. Потому что, если ты чем больше делаешь, на большой скоп проектов он начинает медленно отрабатывать. Это я рассказываю про use case, когда у меня было очень медленно начал отрабатывать. Я начал замечать, что каждый, когда заходит JS-инклубер делает запрос к джире для того, чтобы достать сам JavaScript. лишний запрос. Потому что они в базе хранят отдельно сам JavaScript. И все. Тут как бы вот такая вот логика. Фактически это получается бехеверы для бедных. То есть, если можно взять mygroovy, JS-инклюзер, это фактически замена скрипт-раннера в принципе и всего его функционала. В какой-то мере да. У бехевера есть один нюанс. Он делает до отправки контента клиента он аджастит данные. А JS-инклубер, когда уже отдал данные, потом он делает. То есть, получается, на языке JavaScript, когда у тебя отрендерился в Windows, как у нас там, что получается, в Windows Ready, он уже начинает аджастить. А тот бехевер уже на стороне сервера изменения делает. Кто сказал нет, тот... Я сказал нет только еще потому, что бехевер отрабатывает только на экранной форме. На самом просмотре задачи бехевер не отрабатывает. Ну вот этот момент я не знал. Но в целом для меня как бы вот бехевер это как бы условно предобработку можно сделать и тоже там своеобразно плюс языка есть. Ну в принципе норм. То есть, например, хотят ребята скрыть... Ну вот приходят к тебе и говорят знаешь, мы не используем даты, нам created, updated не надо, убери вообще нам этот самый панель с временем. Вот убери. хотим-хотим не можем прям чешется. Через бехевер ты не можешь ее убрать. Да. Согласен. Ты можешь ее убрать через скрипт фрагменты на самом деле, но если речь идет именно о сравнении функционала бехевера и JS инклюдера, JS инклюдер еще отрабатывает на просмотре задачи бехевера нет, только на форме. Нам очень помог JS инклюдер, например, и в бехевере я не смог это найти и справиться. Есть же каскадные списки и через опции нельзя обратиться ко второму значению каскадного списка, чтобы бехевер это убрать. А через JS инклюдер это делается очень просто. Три-четыре строки. стой, 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 бехевер ты не можешь, ты хочешь как dynamic forms в зависимости от значения выбранного из select еста показывать какие-то поля или убирать их? Ну да, то есть в каскадном списке мы же выбираем первое значение и в зависимости от первого второго нужный список появляется. У нас была такая задача в определенном проекте нам необходимо например в поле прочее показывать 1, 2, 3, а в другом проекте 1, 2. И вот в бехеверах я обращаюсь через опции к нужному значению, но у меня почему-то не работало. То есть у меня речь только про каскадные списки. Да, речки на том списке. Ну хорошо, тут я с тобой спорить не буду, каскадные списки, я не пробовал через бехевер трогать. Попробуй, у меня вот лично не получилось, если тебе интересно. Обычные списки либо значения все-таки красно через опции работает. Именно каскадные он не хочет. По крайней мере да нет, мы больше обновлений по-моему не было таких я вспоминаю на какой версии это я делал, но скорее всего это до сих пор не работает. Тут же сэн клубер в этом плане очень сильно помогает и выручает. Так, а я правильно уже понимаю, что это только у нас для серверов национерных, то есть в облаке не работает? Но у меня сервер. Я просто не нашел такого поличка для облака. Да, в облаке нельзя выполнять свой код, потому что это опасно для облака. И если кто-то может, расскажите или покажите на своих примерах про фрагмент, про скрип фрагмент, потому что я через него в свое время как раз пробовал удалить типы запросов. Но скажу честно, долго с этим не парился, но у меня не получилось, я сделал там другим способом, как раз через честно или нет. Типа запросов ты не сможешь, к сожалению, через скрипт фрагменты удалить, потому что он удаляет, потому что скрипт фрагмент, потому что скрипт фрагмент не хайдит конкретные значения, он может хайдить объекты. Именно конкретные значения нет. Нет. Если да, кто может пошарить экраны, у кого есть скрипт раннер, можете показать, как это работает. Ну, кто, например, вообще пользуется скрипт фрагментом и в каких ситуациях, в каких случаях? Почему нельзя другими способами это сделать? Я вчера рассказывал про темпы, например, когда устанавливаешь темпы, у тебя появляется темпопанель во всех типах задач. Да. И к тебе прибегают люди с квадратными глазами, говорят, как бы, нам это не надо, что ты сделал, темпа использует там две-три команды, например, из ста. И тогда скрипт фрагментом ты можешь очень быстро скрыть эту панель. Ну, да, согласен. Плюс, сейчас открою свои скрипт фрагменты, посмотрим, что у меня там. Что-то мы еще ходили. А, да, конечно, у нас был такой легенький бизнес-проект, где ребята сказали, мы в принципе вот в таске хотим только название и описание и комментарии. такой, знаешь, как сервис-деск. А сервис-деска нету. И ты для этого проекта просто скрипт фрагментами скрываешь абсолютно все. Но скрипт фрагменты это не только про скрытие, да, то есть ты же можешь написать свой собственный скрипт фрагмент. А, да, на создание и переход по разным ссылкам проекта. Что? Ну, там баттены можно насоздавать и функционал им какой-то присвоить. Можно, можно насоздавать баттены, можно создать свою веб-панель, в которой ты будешь отражать какую-то информацию, например. Чтобы не писать под это дело целый плагин. А вообще немного не по теме вопрос, но вспомнил, может, быстро очень ответишь. Ты выгружал через вкладку браузер все скрипты, скриптранера, точнее, все грузовские скрипты? Через вкладку браузера? У нас там же есть в плагинах браузер. Вот, смотри, я Рошарь сейчас я покажу, там есть вот тут вот, как я помню, где-то тут кнопка есть поискать все мои скрипты. Подожди сейчас минут. Можете подсказывать, я помню, где-то тут блок-кнопка, в котором ты ищешь все скрипты. Ого, как цветасто. Да. А, скриптранер браузер это бетка, да. Сейчас, подождите. Сейчас я у себя попробую. Тут где-то есть прямо штука, которая прям во всем варкфлоу везде ищет скрипты. Да, да, да. И почему я спрашиваю, потому что я пробовал ей пользоваться, он думает, грузит 3-4 часа, а потом ничего в итоге не появляется, белый экран и пусто. А, потому что у тебя дохрена его... Я думаю, это потому что они из МТБетта. не-не-не, я прям достигал этого, когда у тебя дофига варкфлоу и все такое. Если про этот вопрос, то у тебя дофига варкфлоу и он от... у тебя слишком много этих инлайн скриптов. А вот скрипт регистри, вот называется. А вы пользуетесь инлайн скриптами или вы держите их в файлах и через гид апдейтите? Я и так и так делаю. Мы пока... Мы пытаемся перейти, но пока инлайн так пользуемся. Ну, то есть, условно говоря, вот я нажал превью, ничего не... not available, сейчас нажимаю run и он ёкнется. Да, 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 да. И опять же дохера скриптов это... дохера это понятие растяжимое. Ну, условно говоря, ты можешь как бы увеличить по этому... увеличить размер этого то ли в код кэш у тебя... какой-то из памяти у тебя начинает валиться. И он ещё ожидает запросы, ну, по базе проходит, он ожидает. Там, оказывается, он просто... Он же, по сути, хранит скрипит в FB64, а потом декодирует, а потом ещё интерпретирует. Там такая какая-то мегалогика оказалась. Ну, в общем, я вот так три часа ждал, и у меня потом просто белый экран в результате стал. Давайте вернёмся к Behavious, раз мы начали. Мне вот просто... К Behavious или к JS-Includer? Мне кажется, мы не закрыли вопрос с JS-Includer. Я согласен. Давай вот простой пример возьмём. Вот у меня есть проект COVID. Виден? У всех есть проект COVID. Да. В всём мире. Да. В этом проекте COVID я хочу скрыть темпы, как ты сказал. Я ради интереса... Через веб-фрагменты. Давай. Идём в веб-фрагменты. Давай hide-темпы. У него даже кирпо-фрагменты. А, так, подожди. Да, Behavious. Так, 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 так. Вот, 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 вот. Гальшина, да. Так, я зашёл в фрагменты. Давай create. А, я уже делал оказывается. Ага, hide. Давай, Джон, пятый. Ага. Пиши темпы и не веб-айтем, а веб-пэнел. Это ниже. Скроль ниже и начнутся вот веб-пэнелс. Ага. И находишь тут issue view panel. Да, скорее всего, это она. Ага. И нам... И в кондишене, смотри, здесь вот выбер just one project, например. Ага. И фишка в том, что он покажет тебе сейчас неправильный. Там обратная логика. должна быть. То есть он покажет объект, если вернется значение true. Поэтому тебе нужен неравно. Не знаю, почему в экзампле у них равно все еще спустя годы. Наверное, все просто живут с этим. Вот сам делай refresh. Согласен. Готово. Еще классный пример с JS инклюдером. Сейчас я вам покажу. Ну, таким образом можно, в принципе, действительно все выбрать и скрывать. Тут прикольно это то, что скрывать, и ты можешь реально находить все веб-айты, веб-фрагменты, веб-айты, панельки, тоже. Да, панелек-то у меня много оказывается. Хорошо. Теперь вернемся к JS инклудерам. У тебя он есть на этом самом, на этом инстенте? Да, да, да. У меня есть. Сейчас я тебе покажу интересную вещь. Давай вот то же самое JS инклудером попробуем закрыть вот эту вот штуку. Как я обычно делаю, я просто иду сюда, пытаясь понять, к чему он относится, но я вижу прям ID-шник. Пошел, потом проверяя, JS адрес, 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 точка, собак, доллар, вот у меня есть контекст, соответственно, точно я знаю вот это, я нажимаю, ему даю функцию height и вот он у меня исчезает. Только вот эта нужная часть остается ссылочки. Дальше я беру вот этот скрипт, иду в скрипт registry, который у меня белый экран стал. На самом деле я иду вниз, иду в JS S-includer. Я добавляю вот этот скрипт свой, называя height google. Ради приличия проверяем, обновляем страничку. Тот же use case у нас, который есть. Вот у нас google drive attachment показывает. Берем сюда проект COVID для всего на вьюху create, create, и после этого я рефреш делаю, у меня все скрывается. Ну, вот, пожалуйста. Вот так вот эта ссылка остается, там можно еще копаться и удалить вообще полностью фрагмент. как-то так. Смотри, я тебе сейчас закинул, нашел интересный use case, который очень часто спрашивают. Куда? Секундочку. Сейчас в чат закину. мне нравится JS инклудер, ну, вот, встретился однажды с таким специфическими ситуациями. Вообще, есть еще интересный use case, это когда люди берут и в кастомные поля добавляют в description JavaScript. Это очень интересно. Сейчас я попробую найти какой-нибудь хороший скриптик. На, держи, смотри. Я думаю, многие встречались с такой фишкой, они говорят, мы создаем задачу и в поле assign у меня есть кнопочка assign to me. А почему в поле согласующий у меня нету кнопочки assign to me? И действительно, и ты сидишь и не можешь ответить логично на этот вопрос. Ты можешь сказать, потому что Atlassian так решили, но тебе скажут, ну, а ты нам зачем тогда? И можно запихнуть под любое поле, под любое пользовательское поле с помощью JS-инклюдера кнопочку assign to me. Только там сайт свой напиши и в смысле адрес жира напиши и этот самый. ID-шник поле. Так, и тут у нас поле согласующий, да? ID-шник ID-шник поле своего напиши, на какое хочешь это поставить. Ага. Если у тебя есть. Странный кейс, человек делает тикет и сам же хочет быть согласующим. Ну, неважно, пускай это не согласующий, пускай это любое другое поле. Что у нас чаще приходят говорят, поля с людьми заполнять вообще не хотим сделать так, чтобы они автоматически заполнялись. То есть, попробуй мне логично объяснить, почему в поле assign есть кнопка assign to me, а в других пользовательских полях нету кнопочки кнопочки сейчас быстренько настроя аппровер говоришь? Пускай аппровер это не сильно важно. Сейчас я рекламу найти это есть проблема с JS у нас есть когда приходит менеджмент и говорит, что хотят из мобильного приложения смотреть с Джерой. Да, согласен. И это все. Тогда а зачем вообще этот не мобильное приложение, JavaScript вообще сайта кастомизация? суть много где? У нас ее и нет практически. Давай так var. Еще я встречал интересный кейс, пока ты сейчас правишься. Я встречал довольно интересный кейс. многие люди хотят кнопку в стиле copy to clipboard, например, чтобы скинуть кому-нибудь в чат данные по задаче. Вот ты находишься в задаче и тебе нужно скинуть кому-нибудь в чат ссылку данные про эту задачу. Если ты просто скинешь ссылку, то человеку придется зайти в нее посмотреть, а он такой, а я с телефона, давай потом. Поэтому люди хотят как? они хотят скинуть в чат ссылку на задачу, ее название, ее тему и асайне. Но перебивать это в чат довольно долго, и поэтому на JS мы запиливали им кнопку. В таске прямо есть кнопочка, называется copy to clipboard, нажал, и у тебя в буфере обмена данные по задаче. вставил в чат отправил. Я могу этот скрипт скинуть, потом сейчас чуть позже разберемся с этим и посмотреть, как это выглядит. по крайней мере перестал залетать. Ты на edit повесил, да? Нет, на на вьюху. Надо было на edit? На edit или на create? Давай на edit. Так, у меня был апрувер. Сейчас у меня скрипта нету. Соответственно мы нажимаем сюда. то есть условно какие-то поля делаем и кнопку assign to me и полетели, да? Да. Вгонь. В итоге конечно все зависло. Но апрувером я стал. Вот. Я сейчас смотрю какие у меня что есть. Так, я там информационные сообщения использую. кнопки transition вкрашать, скрасишь зеленый, красный, белый, серобуру, малиновый. Да, это тоже частенько бывает. Да, то есть плюс еще когда в восьмерке сделали 50 оттенков синего в статусах. Да, ой. Мы все возвращали себе желтый in progress. Понятно тогда. Ну, в общем итоге такая. Потом я вот смотрю еще один из таких юзкейсов это когда ты просто предзаполняешь поля. то есть люди креет нажимают и ты необходимые эти предефайн поля делаешь. Вот из такого чего еще. Для архивных проектов выказывают чуваки это readonly не трендите это смигрировано ничего не знаю. Так, сейчас я скину тебе как раз этот момент с кнопкой. Я думаю многим это понравится. Цвета кнопок? Нет, цвета кнопок тоже можно, но сейчас нет. Цвета кнопок это очень просто. Я сейчас даже ребятам скину ссылку, так будет проще. Я это увидел где-то на Аюге в одном. Что такое Universal Gadget? Это ташпорт, который пишется полностью через HTML, CSS, JavaScript. То есть можно на рабочий стол все что угодно запилить. В курсе. у меня не влезло сообщение что ли? Может быть. Ух ты прикольно. Спасибо, посмотрим. То есть по сути ты огонь. Правда он еще платный. Декомпилировать его можно? Он большой. А так легко его можем свой написать. Спасибо. Так что Стас ты уже что-то отправил? Ау Ой прости у меня микрофон был выключен интересно долго. Что все такого смотри я сейчас скину файл. Тут можно в чат скинуть файл? Потому что не влезло то, что я отправил не влез в одно сообщение. Не получилось. Ну если что на крайнем можешь мне в телеграм скинуть. Да давай я тебе в телегу скину файлик. А хотя я прям сообщение перекину точно. Так А там очень большой код или что ты хочешь поставить то есть на 3 части не можешь разбить? Вот все готово я получил так интересно у меня был выключен микрофон когда я говорил про эту про копирование в буфер обмена был был такую речь толкнул ребят смотрите к вам приходят к вам приходят ребята с таким интересным кейсом они говорят дружище у нас есть некая проблема мы друг другу в чатах высылаем ссылки на задачи но нам в ответ пишут ой слушай это ссылка на задачу я сейчас с телефона приду домой открою а про что там вообще про это было да и мы начинаем писать про что там типа copy to clipboard да да и необходимую информацию из задачи копирует сразу в буфер обмена я вот у меня вот эта же фишка же есть следующим вариантом сейчас покажу только найти эти поля на view таски давай сейчас так ковид видюшку добавляю так копит и вишки инфо да и теперь вставляешь в какой-нибудь чат он должен был еще ссылку на него закинуть а тут скорее всего я этот ну делал в коде надо смотреть в код да тут скорее всего ты кусок убрал ссылкой да ну тут еще один хороший момент я вижу я вот точно такие же ссылочки под определенными кастом полями делаю это можно добиться очень просто если мы пойдем вот такую тему в кастомных полях наверное все в курсе уже очень банально но рабочий момент это когда мы берем кастомное поле прописываем в описании когда прописываем да да то есть где-то тут в описаниях тут в джаваскриптом прописываем прописываем джаваскрипт который копируется сейчас я только вспомню который к какому вкладовому полю я это делал так кастом фи я обычно все это еще через базу смотрю потому что на самом деле по умному надо это документировать есть борьба с самим собой писать или же ну делать или документировать ну ладно давайте еще какие варианты есть что что еще нас по плану что у нас было джейс инклудер анонс баннер вот смотри мы слишком это голубом по европам скакали анонс баннер мы обсудили да какие там необходимые ну какие там возможности можно иметь джейс инклюда обсудили давай теперь про бихайверс да давайте бихайверс на мой взгляд тоже довольно интересная тема потому что как раз можно делать динамические формы скрывать одни поля в зависимости от значений других и более того более того мы вчера затронули вопрос по контекстам есть ли у тебя в контексте вообще нет не так начал есть ли у тебя есть список для проекта и ты хочешь чтобы в таком-то issue type были такие-то значения в списке а в таком-то issue type какие-то значения в списке то у тебя не получится это сделать с помощью контекстов потому что как только ты выбираешь проект в одном контексте то для других контекстов этот проект перестает быть доступен и это можно делать при помощи бихайверса сейчас я тоже наверное скину вам либо селскрипта либо селскрипта ну я только наним то есть прикрывать очень много и плюс сколько-то ну о силе мы еще поговорим у нас на бхэверах наверное пол джира держится ничего себе пол джира а расскажите как вы используете я не знаю у меня там несколько скриптов не все вот я тебе кейс назвал например сделать динамическую форму сейчас у меня жира откроется хорошо сейчас прогрузится я тебе скину пример у нас самое такое популярное например айдишник пользователя вбиваешь и фил площадки там город вся информация автоматом забивается не понял ну у нас у каждого сотрудника есть там свой айдишник сидит кто-нибудь например из отдела кадров вообще не важно кто вбивает в поле айдишник и поэтому айдишник у нас вся информация подгружается то есть ну фамилия например и так далее чтобы человек вручную это не забивал а у вас запрос на какой-то сторонний сервис происходит что-ли через ресторг айдишник айдишник хорошо ребята как вы смотрите вообще как бы в дальнейшем как бы нам этот вебинарчики часовые развивать то что я вот вижу пока как бы экспронтом проходимся может быть какие-то улучшения я вот вижу кто-то написал про сил отдельный вебинар а так вообще может быть этот вот допустим я человек кто-то вчера написал про у них перформанс проблема может быть на живую как кто как анализирует логи прямо на живом примере кто готов быть условно говоря экспериментом и прямо каждый может допустим я готов проанализировать логи как я анализирую где как что греп почему я так делаю достаточно на основе там саппорт зип и все такое как вы смотрите к этому или это скучное занятие и люди уже сгрустнули да нет не скучное занятие просто там структурно это надо делать рассказывать не например я проверяю перформанс просто забег смотрю нагрузку на спи на утечку памяти то есть как себя ведет система этого может быть недостаточно у тебя железо вообще может простаивать холодное и при этом жира висит ну это тогда уже не перформанс это или дедлоки или какие-то неправильные запросы там же но это не перформанс я почему почему это не перформанс если у тебя трейды в очереди ожидают если у тебя трейды сидят в очереди и подожди железо у тебя должно быть у тебя должен cpu быть ну а почему он в очереди значит у тебя какой-то процесс залочен или же идет обработка если идет обработка соответственно у тебя должен быть нагрузка на cpu если золочен золочен это проблема тогда ток надо разбираться уже тогда запускаешь с reddump и смотришь ты не перформанс потому что ну да средам самое простое самая быстренько что мы одна строка консоль ну тут люди вообще в основном хотят сил скриптрана а вообще как бы я к сожалению выпустила пропустил по анонсу баннеру не знаю что там говорили наверное просто поделюсь свою историю никогда не используя нас мы баннер потому что знаете что он загружается сразу при любом вращении джири для всех пользователей если вы чуть-чуть ошибетесь у вас вся инстанция просто упадет и если вы захотите потом это поправить придется лезть в базу и оттуда это удалять лучше от греха подачи от анонсу баннера не использую окей а как же поменять цвета статусов цвета статусов ну смотрите я не использую не джейс-инклодер я не использую не скриптрана джейс-инклодер я не использую потому что он плохо поддерживается и он подводил пару раз то есть бывают ошибки которые просто блокируют всю работу или блокируют работу отдельных аддонов то есть у меня это было три раза очень сильно поэтому я брал его далее чем больше тебя джаваскриптов в конце концов это все скажется тоже на перформансе джаваскрипт как-то генерируется при загрузке страниц и пока все не отработают джаваскрипты у тебя страниц не получится далее по скриптрану я просто не люблю поэтому я использую еще не рассказывал наверно тоже он известен знаете что можно бросить на скрин поле два поля это message view и message edit знаете такие вещи ну и соответственно ваш джаваскрипт указываете там полях я джаваскрипт стараюсь поменим использовать я обычно css вырезаю все именно вырезать это css можно быстро и удобно а можешь показать как но я в принципе понимаю что ты условно гарантировать как у меня это работает сейчас да так сейчас какой-нибудь интересно ну то есть добавлять то то есть но в основном мы вырезаем что-то и джаваскрипт добавляем но из каких-то больших юай аддонов кто чего использует разное используем просто я не знаю у меня куча всего и поэтому я удивляюсь смотреть я прислал рабочий пример как через бихайверс ограничить select list для того чтобы в одних типах тасках были одни значения для других другие разрешали экран нога я получила на весьма экран как я сделал то есть у меня есть поле называется в основном это два поля это эдит и view то есть эдит это когда надо что-то спрятать соответственно с эдико справиться справиться диалогового окна объекты когда ищем ютю спрятать ну вот соответственно делается контексты для каждого проекта отдельно пример вот и я прописываю дефолтное значение здесь вот css сам я просто вырезаю то что минимум все естественно можно также поставить java script у меня грубо говоря вся логика как у вас находится бихайвере где-то там скрипт чем чем-то фрагментах у меня находится она в двух полях html и html и html вот это видите панелька вырезает activity какие-то до команды также сам открываю например в хроме инспект смотрю какой не водишка или или там более что сложная логика и вырезаю но здесь я делаю инжекцию уже этим самым джаз криптом но если я не могу css обойтись я стараюсь использовать java script лучше конечно не используешь то есть css моментально отрабатывает на странице не ждет за подгрузки всего естественно джаваскрипт ожидается у меня вопрос было такое после обновления там джир например у тебя код приставал работать который выйти в полях очень редко это бывало только на некоторых плагинах когда они меняют структуру тогда да css но это было там за три года один раз у меня какой-то плагин обновили они что они спрятали замаскировали там классы и так далее в своем естественно пришлось от 5 просто открыть быстренько поправить а так принципе рабочий получается правил во всех полях которые затрагивали у меня просто как бы люди из разных проекта и разные капризности поэтому видите у меня получается на каждый проект это одно поле и здесь есть по двум потому что каждый человек хочет чтобы на его еще и было что-то уникальное вырезано или я так хочу чтобы была красивая форма или же и по второму потому что есть такая ошибка в джири что если вы edit view дефолтное значение для этих полей укажите для двух проектов и сохраните то это вот это ваш текст он пропадет он будет работать но он не будет визуально виден поэтому приходится разбивать то есть один проект одно поле но подожди у тебя же дефолтном поле когда хранится то значит у тебя каждому ишь и все втыкается это значение правильно ну вот и да вы выставляете это поле кладете на экран нет подожди ты это под полях это новый ты его указываешь на каком скрипт да ты указываешь тогда его на главный экран screenview вот соответственно но если я хочу уже ограничить тогда я подключаю джаваскрипту мы просто определяю что есть и считать такой то соответственно вырезать то или то ну или делать не добавлять на фон я к тому что ты в базу получается представляем что у тебя 10 миллионов задач что на 10 миллионов значений ты хочешь этому поэтому кастомном поле если она у тебя только в двух форматах ну хрен с ним но при 10 миллионах ищики у тебя все равно как бы больше больше двух полей будет и ты должен платить этим ну я тебе честно не очень понимаем то есть у нас два поля одно поле я просто для себя проговорю одно поле определяет 16 часов определяет элементы которые есть на ищу второе определяет диалоговые окна ну окей то есть на это поле к тому что у тебя 16 миллионов ищу там то у тебя тоже не это поле оно не вызывайте на все ищу но воздействует только на том проекте где ты его используешь то есть я жестко зашиваю в контексте где оно должно использоваться да но ты зашиваешь но при этом для зашивая ты указываешь дефолтное значение то есть в этом проекте по для всех ищу получается оно распространяется то есть базе ты принципе твое поле табличка кастом филд табличка кастом филд огромная жирнющая ну которая очень иногда медленно отрабатывает при изменении ну не знаю что то мне кажется это так абстрактно очень но если я к тому что если вы забили за столько информации оно разрослось таких размеров то при таких объемов джесс-инклудер и так далее мне кажется тоже при таких объемах у меня джесс-инклудер быстрее работает она он с баннер самый быстрый вариант то что работает но если самые самые такой грязный хак никакой только можно придумать это вообще но это грязный хак но он самый быстрый и на у санбан вызывается всегда то есть при любом обращении ввать на у санбану получается у тебя каждый запрос вызывает это значение тоже это жесть это тоже жесть да ты должен платить тем твоя жизнь твоя жизнь жесть чем моя жизнь тут надо мерить большая маленькая то есть если я сумму хтм поле что-то там на портачу js скриптовая джаваскрипт с джаваскриптом то у меня за только на этом еще она не отработает игру на на баннере вот ошибись немножко и все ты даже не сможешь открыть админскую настройки администратора чтобы поправить подтверждаю один раз вырезали случайно у меня было такое то есть я побелел когда случилось или я я даже были точку запятой пропустил или что такое все то есть понимаешь ты сохранил и вдруг у тебя джиры не открывается все и те начинают звонить и ты лезешь в базу через там соска и начинаешь искать или там у на форумах читаешь как его дропнуть это значение это очень аккуратно использовать да я вообще не надо использовать то есть у нас барс это обычно те кто написать что там будет апдейт какой-то если хотите вообще наличие большого количества джаваскриптов мне тоже пугает потому что все отображается на нагрузке да нет получается клиент платит этим тебе нужно просто быстро отрабатывать маленькие запросы нежели чем большое увеситься чем ранее может быть да то есть жалко что джейсон кудрик он такой не поддерживается так надо может быть тебе нужно поддержать он же open source не во первых он принадлежит моему мою группу да да он mail.ru группа принадлежит рецензионно ну ты же можешь форкнуться а ну то не ну таких у меня таких хватает чего же поддерживать поэтому зачем мне это надо для меня это дорого ну то есть получается лучше этими двумя полями буду всю логику описывать а понятно вот хорошо так еще оканчивая на сегодня я вот хотел бы сказать что у нас анамас баннер разобрали в плюс-минус уголоком все равно по европам но это достаточно удобно можно использовать его грязный хак как мы поняли следующий момент это что джейсон кудр что он дополнительные как бы запросы делать кто-то уже напарался тем что вот не отрабатывал следующее это у нас получается behavior с веб-фрагментами немного поигрались потом и вот то что с полем добавлением описали и как бы у каждого есть плюсы и минусы есть свои нюансы но в целом как бы можно выполнять свои задачи главное помнить что javascript это у нас на стороне клиента выполняется ничего такого сервер сайт не делается соответственно мы не гарантируем допустим скрытность полей не хотим гарантировать то что она кто-нибудь догадается невидимые поля смотреть и что-нибудь такое ну по крайней мере я так вижу ситуацию вот это правда джейс вообще не секьюрный ни разу тот кто откроет консоль он может подключать все ваши css хайдовые да вот исходя из этого в принципе как бы в принципе понятно можно коротенькую тему поднять давай давай про моральную сторону вопроса как вы относитесь к тому что люди хотят менять его и в жире я не очень я не очень дальше почему не потому что тебе это приходится меня нет просто но ну мне кажется что либо нужно иметь специального веб-дизайнера который специального человека про дизайн вот и ну короче я и в конфлик деле стараюсь пользоваться нативными штуками особенно в конфлик ну то есть чем меньше работы тем лучше но смысл-то не в этом то есть мне кажется лучше не сделаю в этом смысле то есть меня не нравится и как бы это отдельная работа написать интерфейс вот юай джир действительно отстает это видно даже на примере сравнения юай облачной версии юай серверной версии и видно что серверная версия она но по дизайну на пару лет отстает уже ну тогда уж надо смотреть что вообще в клауде работают более квалифицированные разработчики а там как бы на мейнтеннице разработчики чего мы ожидаем другая задачка заказчику ты так не скажешь что-то писать на клауде это наверно тоже что-то странное да здесь не сравнение клауда здесь вопрос как как вы относитесь я раньше относился довольно плохо и негативно все время ну во первых потому что жира она и так прекрасно как вы смеете а во вторых потому что это действительно тяжелый труд но сейчас я к этому гораздо проще отношусь ну хотя бы потому что говоря о юай ты имеешь ввиду как расположение именно есть страны джиры то есть как расположены иконки ком цветы или то что мы вторгаемся там джаваскритом и что-то режем то есть какой-то дизайн я отвечу на твой вопрос да а то есть не насчет красок красок и как расположены иконки но давай 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 xui вот так есть то что как выглядит ну-ка разные люди каждому нравится у меня есть куча народа кому-то нравится как выйти клауд кому-то нравится какой сервер но всем не угодишь поэтому я стараюсь от css под каждый проект под каждого капризулю что-то добавить порезать покрасить кнопки чтобы он хочет как-то сделал конечно было хорошо если джиро предлагал какой-то механизм которое могло бы красиво это все кастомизирует недавно где-то недели две назад вышел аддон страшно дорогой и он как бы позволяет полностью меняется на сервере панели поля располагать по-разному видели какой я напиши в маркетплейсе что-то с юай джиро сервер и увидишь его но я говорю ну такая цена мусулька безобразная что я даже принципиально не буду его смотреть по крайней мере месяца два потому что это неадекватно мне кажется знаешь самый неадекватный юай джиро это джиро сервисдеск и портал да 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 согласна и у нас там действительно людям тяжело просто недостаточно и мы под него свой портал пишем а его тоже да но мне так тяжело с этим говном потому что извините извините я просто про джиро я понимаю а про логику того портала нет ну то есть понятно позиция ну то есть я понимаю как там пользователи устроены как это все как там управление пользователя кому чего даю кому что разрешают вот а вот то что мы пишем очень сложно с этим состыковать нормально почему не знаю ну потому что потому что авторизация короче я не знаю у меня просто столько боли знаешь как интересная как может быть какая-то мысль вот если вы начинаете в джире или что-то писать свое и очень глобально или вы не соглашаетесь в джире задумайтесь потому что очень большая вероятность что вы думаете не так все таки джиро ну более-менее но собрала себя какое-то общее понятие общей практики то же самое скрам и джел так далее если вы думаете что это не так то скорее всего вы ошибаетесь иногда легче потратить несколько недель объясняя людям что это они неправильно работают чем менять систему нет здесь здесь если вы не совсем согласен смотри возвращаясь к вопросу сервис деск не нравится есть у нас отдел дизайна отдел дизайна посмотрел на сервис деск и сказал мы в этом сидеть не будем нам нужен свой сервис деск мы его сами напишем и вот вопрос почему почему сложно я на самом деле большей сложности не увидел ну нет там есть естественно именно сложности со стороны юая а сложности со стороны жиры нет потому что это просто приложение которое арестами обменивается с жирой поэтому авторизация но там жировская авторизация ну то есть это это просто просто такое знаете как когда ремонт дома делают картинку натягивают вот то же самое только она общается именно рис встаемную картинку натянули а денег жили неплохо обычный джировский проект который просто обвешан некоторым фичами типа там кьюз с сла и так далее я говорю не про сам проект я говорю про портал ну последняя версия не позволяет что-то уже кастомизировать портал на самом деле тоже довольно таки за хардкожаная тема которая просто тристами общается сервис и опининг закрыт в основном единственное что использую для портала этот экстеншн который позволяет формы динамически создавать конкретно у меня одна из таких основных бадхертов это то что нужно ну вот есть организация это понятно что пользователи шарят друг другу запросы а нужно иметь иерархическую организацию чтобы там наверх шарить запросы а вниз нет вот такая вот такая вот история таких вот вещей можно включить nested группы но тогда твоя жира умрет да и вот менеджер и так умирает от этого чего еще там не очевидная ценность потому что очень сложно коммуницировать обучать переводить с одной системы на другую ну короче вот такого много вот поэтому портал то и симпатичные в итоге ну и там все хорошо делают но интеграция вот нужен отдельный вебинар сервис деск по кастомизации сервис деск сервис деск это простая форма где человек что-то обратилась все ушел это тикет сервис деск в обычный проект и там дальше идет жесткая кастомизация уже под капризы работников сервис деск такая тишина все обдумывают то что ты говорить можно очень долго просто знаешь что стоит начинать ли оба новую тему задумались свои боли на самом деле я спокойно ну и это просто работа то есть он хочет мы делаем то есть если мы не можем убедить на словами или как-то поменять давай сделаем мы подсчитали затраты подсчитали время сидим пили это или плагинами реализуются дорогущими или сами сами пишем сами пишем начинать надо поддерживать передавать ну везде резко хорошо я когда мне кто-то что-то просит я смотрю воспаленными глазами просто машу голову потому что ну говорю твоя идея не первая то есть он не удивляет что ты хочешь сколько людей столько мнений нормально я вижу то люди пишут чтобы было бы интересно смотрите ребят как вы относитесь завтра еще один часок по тему предполагаю я хочу у меня есть два кандидата один на завтра если я договорюсь стилсофтом есть человек который прям может показать как сделать крутую базу знаний прям тип интригс или же второй вариант если не получится то из сообщества человек писал о том что ему у него проблема с перформансом и типа типа а-ля воркшопа как каким образом можно по трэбл шутить совместный как бы условно говоря юзель условно говоря прямо xp трэбл шутинг попробовать я бы нас я бы на самом деле очень хотел бы перфомансу поговорить потому что у меня идет борьба сейчас с нашим этим памятом который считает что у нас очень мощные машины мне этих ресурсов не надо я говорю что они мне нужны я нигде не могу найти то есть какой должен быть инстанс для такого-то числа для каких-то проектов каких-то задач то есть и вот на сбор метрик и вообще поговорить у кого какой инстанс на какие ресурсы работают давайте тогда завтра можем поговорить про инстансы ресурсы и перформанс то есть условно говоря если полу удастся договориться про живую я буду рад если кто-то вот прямо вообще начать подготовиться там support zip мы можем на горячий смотреть совместно там трэд дампы туда-сюда хип дампы не готов смотреть на это слишком часа маловато будет времени выйти хип проанализировать но если кто-то сделает хип дамп я буду готов показать как я смотрю какими-то узами что там делаю ну никакого маги там нет в принципе слушай там надо его получить убедиться что это проблема с памятью или средом и отослать разработчику всего него не надо анализировать сможет все таки не программисты наверно такие классические это слушай у меня такой вопрос вот то что мы сегодня скидывали в чат мы это куда-то это куда-нибудь засунешь опубликуешь если если надо то я без проблем могу опубликовать гитхабе просто раз мы уже дошли до групповых чатов может может нам нужна какая-то групповая библиотека куда мы можем скидывать подобные вещи давайте без проблем очень часто ну мы в гугле находим просто в этом в confluence answers какой-нибудь скрипт который содержит кусок кода который нам подходит начинаем вот переделывать полдня тратим чтобы это заработало а если мы действительно все будем складывать библиотеку это как-то я думаю поднимет немножечко нашу производительность я бы сейчас был бы рад если бы где-то были джава скриптовые вещи потому что иногда действительно хочется что-то вырезать и что-то обрадовать какой-нибудь красивой кнопочкой и по джава скрипту достаточно мало информации если кто-то или была база знаний то же самое конференции давайте тогда озадачимся этим вопросом также вот за счет перформанса я вообще клина поделал вот вот так вот груями буду рад если кто-то добавит свои наработки скинул в чатик ну может кто-то видел их уже я не знаю по крайней мере сегодня запускал принципе прям хорошо очистил систему вот ну что давайте тогда на завтра я тогда также в три часа на часик если всех устраивает можем сделать и еще я проанонсирую что у нас вот антон шалеев про битбакет хочет рассказать про новые фичи и про то что как он там все с дженкицем интегрирует правильно и красиво как это так спасибо спасибо пока пока спасибо очень круто спасибо пока